В этот раз особое внимание полиции к пешеходам-нарушителям. Только за час работы сотрудники ГИБДД пресекли 10 несоблюдений правил дорожного движения. Вот девушка объясняется сотрудниками полиции, что очень торопится, опаздывает на работу и поэтому переходит дорогу не по зебре. Сотрудники ГИБДД привели со мной в профильческую беседу по поводу правил, что нужно соблюдать правила дорожного движения. Я это все усвоила и до этого мне подарили соотражающий элемент. А этот мужчина оправдывает свое поведение отсутствием транспорта на дороге. Поэтому решил быстренько перебежать с проезжую часть, но попал в фокус нашей камеры и стражей дорожного правопорядка. Торопился, поэтому так учился. Вот такого больше не подходить. А какие последствия могут быть? Последствия. Водитель может резко не среагировать и все, и могу попасть в больницу. Нарушителей не стали привлекать к административной ответственности, ограничились предупреждением. Данное мероприятие у нас проходит еженедельно. Появляем пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. За переход в неположенном месте предусмотрена ответственность в статье 12.29, части 1, Кодекса административных правонарушений. И предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Сотрудники ГИБДД напоминают пешим участникам движения о необходимости перехода проезжей части только по пешеходным переходам. При этом нужно следить за дорожной ситуацией, убеждаться в остановке транспортных средств перед переходом во всех полосах движения, а также не отвлекаться на гаджеты при нахождении на проезжей части. Наезд на пешеходах – это большая часть дорожно-транспортных происшествий, поэтому работа очень актуальна и важна. И если для некоторых пешеходов достаточно строгого взгляда инспектора, то для других нужно провести профилактическую работу в виде беседы. И всегда нужно контролировать проезжую часть. Также запрещается переходить дорогу на автомате, не включив свое сознание и контроль дороги. И не нужно смотреть на поведение других пешеходов, потому что не все, естественно, соблюдают правила дорожного движения, и это может привести к необратимым последствиям. По словам сотрудников полиции, цель рейда – не только выявить нарушителей и провести беседу, но и поощрить тех пешеходов, кто переходит за дорогу по правилам. Закона послушных самарцев оказалось намного больше. Я всегда соблюдаю. Это еще от родителей пошло. Нужно – значит нужно. Это, кстати, очень важно – соблюдать правила дорожного движения. Кстати, не все это соблюдают, но мы всегда. Кроме того, родителям госавтоинспекция настоятельно рекомендует не нарушать правила в присутствии детей, которые впоследствии будут копировать поведение взрослых, что может привести к трагедии на дороге. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова